В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Я Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. В режиме онлайн руководители любрецких предприятий и учреждений различных сфер задали главные вопросы на сегодня Владимиру Ружицкому. Любители испытывать судьбу. В округе проходят регулярные рейды по выявлению нарушителей самоизоляции. Боксеров России объединил общий соперник. COVID-19. Спортсмены запустили социальный проект. Куда обращаться за помощью? Самоизоляция – хорошая почва для творчества. Какие видео о своем домашнем режиме снимают россияне, Луиза Язарян расскажет. Пандемия диктует свои правила и успела поменять привычный ритм работы в различных сферах. Для того, чтобы вникнуть в проблемы каждой из них, главолюберец Владимир Ружицкий провел несколько онлайн-встреч с представителями профессиональных сообществ. Давайте как-то обменяемся мнениями, где мы находимся, какие проблемы и что нужно предпринять, чтобы на территории не появилось такой категории граждан, как обманутые дольщики. Эти вопросы главолюберец задал представителям ведущих строительных компаний. В первую очередь в округе должны достроить жилые дома и те социальные объекты, которые находятся на завершающей стадии. А возведение новых детских садов и школ, к которым еще не приступили, придется перенести на полгода. Чтобы помочь застройщикам безболезненно выйти из этой ситуации, власти рассмотрят ряд предложений, поступивших во время таких онлайн-бесед. Мы общаемся с нашими предпринимателями, с бизнес-сообществом на протяжении последних двух дней. Это по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Потому что стоит задача, по крайней мере, не остановить режим бизнес-климата, а производство именно на территории городского округа Люберцы. Дистанционно о проблемах, возникающих в сфере ЖКХ в современных реалиях, глава округа рассказали руководители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Вопросы дезинфекции подъезда, взаимодействия управляющих компаний с МОСОБЛЕРЦ и контроль работ госжилинспекции стали основными направлениями работы. Свои замечания и пожелания участникам онлайн-конференции высказали и сотрудники областного ГЖИ. Санобработка по грязным подъездам, она недопустима и бессмысленна. Основные жалобы жителей поступают именно на это. Ни в коем случае это не звучит, как какая-то угроза. Я просто даю разъяснение, что мы обязаны будем проводить эти контрольные мероприятия. От введенных ограничений поменялась работа многих сфер. Ощутимо пострадал малый и средний бизнес. От владельцев пекарин, магазинов стройматериалов, зоопарикмахерских и салонов красоты поступило большинство вопросов, так как нюансов в новых указах правительства много. Представители рекламного бизнеса в связи с закрытием торговых предприятий попросили главу о послаблениях. Мы лично просим рассмотреть ситуацию отмена платежей ГЖИ. Спасибо вам всем. Промышленники тоже оказались в непростой ситуации. Всем предприятиям нужно продолжать работу, однако с подставками возникает масса вопросов. С руководителями заводов глава обсудил пути их решения. Поговорили о сложностях поставок сырья и аренды помещений. Более того, производители сообщили, что в их адрес участились попытки мошенничеств. Как бы ни возникла такая ситуация, что другие, менее защищенные, наверное, чем мы, производители продуктов питания не оказались бы заложниками этой ситуации. Были обмануты мошенники. С промышленниками обсудили усиление санитарных мер. На заводах проводится дезинфекция поверхности и увеличен контроль за состоянием сотрудников. Такие же меры предпринимаются и в сфере общественного транспорта. Руководители транспортных компаний доложили главе о сложностях, возникающих в связи с уменьшением пассажиропотока. Лизинг, мошенничество со стороны пассажиров и проблемы обязательной установки нового оборудования решали вместе с Владимиром Ружицким. Мы должны понять, чего не хватает бизнес-структурам, чтобы они нормально начали функционировать. Вот задачка маленькая, простая. Поэтому те мысли, что вы озвучили, Родион Тарасович, их надо просто систематизировать. И мы постараемся донести до более высокого руководящего звена. Конференция с представителями всех сфер в режиме онлайн глава округа продолжит и дальше до особого распоряжения. Анна Троян, Луиза Игия Азарян, Сергей Гвоздев и Валерия Абсалявов. Телеканал ЛРТ. В режиме онлайн продолжают свою работу люберецкие народные избранники. В администрации прошло заседание Совета депутатов. Давай голосуем за три. На дистанционной встрече депутаты рассмотрели вопросы, связанные с оказанием помощи нуждающимся жителям и медицинским учреждениям в период пандемии. Еще одна тема повестки заседания – принятое единогласное освобождение от платы за наем жилых помещений по договорам социального найма. А именно, предлагается по 30 июня 2020 года освободить жителей-нанимателей муниципального жилого фонда от платы за социальный найм. Документ установлен в порядке, согласован со всеми структурными подразделениями. Такое решение принято в связи с постановлением губернатора о предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции и введении в Московской области режима повышенной готовности. Также народные избранники проголосовали за внесение изменений в положении об аренде муниципального имущества Люберец. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Службы и ведомства городского округа продолжают работать в режиме повышенной готовности. Все текущие вопросы обсудили на очередном заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса. Встречу провел глава Люберец Владимир Ужицкий. Сотрудники Люберецкой полиции несут усиленный вариант службы. С этого дня по поручению губернатора Московской области увеличена плотность нарядов. Стражи порядка проверяют, насколько жители округа соблюдают требования не покидать свои дома без острой необходимости. Уже наряды стоят на въездах все наши города. То есть Латкарина, Котельники, Держинка, Люберцы проверяют, зачем люди уезжают, зачем они уезжают. Так что мы будем сейчас, также участковые пойдут во дворы совместно. Плотный график сейчас и у коммунальщиков. Для того, чтобы не допустить распространение коронавируса, в округе проводят дезинфекцию мест общего пользования в МКД. Все остальные работы, которые не требуют оперативности, к примеру, ремонт подъездов, приостановлены. Ежедневно управление ЖКХ выезжает. Вот мы сегодня четко мониторим ситуацию, что касается по соцсетям. Вот у меня уже есть на сегодня шесть адресов, я лично выезжаю по этим адресам. И так будет в ежедневном режиме. Изменились требования и к сотрудникам управления благоустройства. Кроме уборки городских и дворовых территорий, в Люберцах обеззараживают детские и спортивные площадки. По поручению губернатора Подмосковья, эти объекты временно закрыты для жителей. Я просто настоятельно прошу всех, кто проживает на территории городского округа Люберцы, как-то прислушаться к тем рекомендациям, которые сегодня даются специалистами, врачами и те решения, которые приняты правительством Российской Федерации. К обязанностям сотрудников дорожного хозяйства тоже прибавилось несколько пунктов. Это дезинфекция остановок общественного транспорта, а также влажная уборка автомобильных дорог и тротуаров. Все перечисленные меры действуют в городском округе ежедневно до особого распоряжения. В Люберцах усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. На въездах в округ дежурит патрули ГИБДД. А на самой территории работают сотрудники полиции, Росгвардии, народные дружинники и инспекторы Госадомтехнадзора. Наша съемочная группа увидела, как проходят профилактические рейды. Непростая эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы в привычный уклад жителей столичного региона. При этом далеко не все соблюдают требования режима самоизоляции. Чтобы исправить положение на улицах городского округа Люберца усилены патрули полиции, Росгвардии, ГИБДД и административно-технического надзора. Потому что мне нужно пенсию получила, а страховую не получила. Пошла решать вопрос. Уважительной причиной выхода из дома считается только поход в аптеку, вынос мусора, выгул питомца в 100 метрах от дома или покупка продукта в ближайшем магазине. Однако не все люберчане готовы отказаться от своих привычек. За продуктами только на Люберецкий рынок. Несмотря на то, что живут на другом конце города. Это ближайший ко мне рынок продуктовый, который расположен самый близкий от моего места проживания. Но мне же надо за продуктами ходить, кушать. В магазинах этого нет. Нарушителей наказывают не только словом, но и рублем. Гуляющим по улицам протоколы выписывают инспекторы Госадомтехнадзора и полицейские. Причина вашего появления на улицу? По рабочим. По какой? Ну, на работу еду. Справка? Нет. Протокол составляется на месте, лицо вызывается на составление постановления. С сегодняшнего дня для передвижения на транспорте в столичном регионе жители Подмосковья должны оформить специальный пропуск в мобильном приложении госуслуги «Стоп коронавирус». На въездах в Люберце дежурят патрули ГИБДД, которые проверяют у водителей и пассажиров наличие электронных пропусков. Для тех, кто пока еще не понял, что халатное отношение к режиму самоизоляции просто опасно для общества, напоминаем, что таким поведением вы также несете смертельную опасность для себя и своих близких. Если вы стали свидетелями нарушения режима самоизоляции, сообщите об этом по телефону 112. Не оставайтесь в стороне. Это наша общая беда. Только вместе мы сможем пережить этот сложный период. Коронавирус направил в другое русло еще одно люберецкое предприятие. Компания по производству кухонного оборудования начнет выпускать приборы для дезинфекции и обеззараживания. Предприятие расширило линейку продукции во время эпидемии. Однако продолжит эту практику и в дальнейшем. У компании по производству профессионального кухонного оборудования – собственная испытательная лаборатория. Это позволило не остановить работу во время эпидемии, а наоборот – открыть новые возможности как для предприятия, так и для заказчиков. Мы с нашими конструкторами и с нашими работниками из отдела продаж, долго не думая, определили наиболее сейчас востребованные вещи, продукцию, которые сейчас на рынке мы могли бы представить под своим брендом. И достаточно быстро, в течение буквально двух недель, мы разработали целую линейку продукции для дезинфекции и обеззараживания. В настоящее время компания тестирует партию дезинфицирующих приборов. Одно из новшеств – облучатель и рециркулятор – уже работает в офисе предприятия. Лампа защищена специальным корпусом, оттого и безопасна для людей. Я думаю, что эти вопросы с точки зрения сбыта данной продукции, они получат поддержку и у губернатора области, и в Министерстве промышленности Московской области, и на федеральном уровне. В прайсе компании появится несколько новых пунктов. Кроме систем для дезинфекции помещений, предприятие наладит выпуск приборов для обеззараживания посуды, кухонного оборудования, а также одежды и обуви сотрудников общепита. Одним словом, все, что понадобится для безопасности не только во время пандемии, но и после нее. Спасибо врачам! Под таким девизом люберецкие промышленные предприятия подготовили медицинским работникам то, в чем они особо нуждаются – защитные экраны, маски, костюмы. Врачам главной подстанции скорой помощи – средства защиты – вручил глава округа Владимир Ружицкий. Шквал звонков, усиленный режим работы и железная выдержка. Такой работа скорой помощи не была никогда. Количество вызовов во время пандемии увеличилось на 30%. Сейчас коллектив особенно сплочен. Врачи наши работают в усиленном режиме практически кто с сутками, кто через сутки работает. Напряженность очень большая. Естественно, здесь у нас идет поддержка в коллективе, друг друга стараемся помочь, стараемся как-то разгрузить бригады, то есть как-то обстановку психологическую привести в норму. Центральная подстанция обслуживает весь Люберецкий округ. На страже здоровья жителей круглосуточно задействовано 5-6 врачебных и 20 фельдшерских бригад. Пандемия поменяла подход к работе у всех. Уточняем повод больной, в каком поводу звонят. Если это идет с температурой повышения, мы обязательно узнаем эпидономность, контактный, неконтактный, откуда приехали, а в дальнейшем уже решаем. То есть этот экстренный вызов, не экстренный вызов, не экстренный, срочно принимаем решение. Если имеется подтверждение, что мы уточняем, если есть подтвержденный положительный тест на COVID, тогда наши бригады обязательно одеваются в медицинские костюмы. Если же не подтвержденные, но есть подозрения, мы тогда по возможности стараемся защититься. А защитить самих врачей сейчас пытаются многие. Оказали поддержку объектам здравоохранения и четыре люберезских промышленных предприятия. Первая партия – 10 тысяч масок и 230 защитных костюмов от текстильщиков. Компания, ранее изготавливающая рекламные конструкции, для врачей выпустила защитные экраны для лица. А кофейная компания подарила кофеварки и сопутствующие товары. Наша задача, моя как главы, обеспечить наших медицинских работникам средствами защиты. И мы это делаем. Если, допустим, три недели назад мы еще говорили и искали, где маски, где защитные костюмы, где вот эти защитные маски, то сегодня это все делается. И мы сегодня абсолютно в состоянии обеспечить нашу медицину всем необходимым. Помочь медикам может каждый из нас. Снизить нагрузку и остановить распространение инфекции поможет всеобщая самоизоляция. Оставайтесь дома. Только сообща, мы можем победить пандемию. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Коронавирусная инфекция стала испытанием для всей страны. Прежде всего, на передовой по борьбе с недугом – медики. Они круглосуточно стоят на страже здоровья жителей. Но есть люди, чья помощь сегодня не менее важна и бесценна. Это волонтеры. О поступках достойных уважения. В сюжете Луиза и Геазарян. Алло, Нина Тимофеевна? Да. Добрый день, меня зовут Матвей, я волонтер. Вам удобно разговаривать? Да, удобно. Пенсионерке Нине Головчанской понадобилась помощь. Из-за эпидемии коронавируса она не может посетить терапевта для выписки необходимых лекарств. Вместо нее за рецептом и в аптеку сходят волонтеры. Единственное, что надо сделать женщине – передать ребятам медицинскую карту. Выйти, скажем, я уже не могу. Просто, конечно, я бы пошла. Но это запрещено. И я не хочу, так сказать, рисковать и своим здоровьем, и здоровьем остальных людей, с кем я буду встречаться. Заявки от жителей городского округа поступают в Управление социальной защиты. Пожелания самые разные. Купить продукты, лекарства, погулять с животными и даже вынести мусор. В режиме реального времени эта информация поступает в колл-центр волонтерского штаба. Обращения, которые требуют незамедлительных действий, отрабатывают в первую очередь. Мы отправляем уже группы быстрого реагирования, мы их так называем, у нас таких групп 10. Мы отправляем ребят точечно по этим уже заявкам. То есть ребята уже не тратят время на обзвон или еще что-то, они уже едут напрямую к человеку. Этот человек знает, кто к нему приедет, номер заявки мы присваиваем. То есть работа систематизирована. Каждый день на волонтерскую службу заступает 25 человек. В таком режиме штаб работает около месяца. За этот период добровольцы отработали более тысячи заявок. Всех волонтеров мы максимально обеспечиваем средствами защиты. Это маски, перчатки, а также у нас есть в наличии респираторы. То есть в этом плане мы ребят оберегаем, потому что они в это нелегкое время выполняют такую свою сложную миссию. Я надеюсь, мы все вместе справимся. На данный момент в Люберцах 143 волонтеров. В основном это представители молодежных общественных организаций. Но с каждым днем количество добровольцев растет. Жители округа присоединяются к движению и вносят свою лепту в большое доброе дело. Луиза Игазырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Федерация бокса России запустила социальный проект. Волонтеры спортивного сообщества оказывают адресную помощь людям, которые в период самоизоляции не могут позаботиться о себе в полной мере. Как проходит благотворительная акция в Люберцах, увидела наша съемочная группа. Здравствуйте. Это социальная помощь. Вам привезли набор. За самым необходимым в период эпидемии масками и антисептиками ходить никуда не нужно. Средства защиты от вируса волонтеры Федерации бокса России доставляют на дом. Будьте здоровы, берегите себя, звоните по социальным номерам. Спасибо большое. Огромное спасибо. Дай вам всем здоровья. Всероссийская акция «Бокс помогает» стартовала 31 марта. За это время в городском округе Люберц и ближайших к нему районах раздали более двух тысяч социальных наборов. В первую очередь помощь оказывают ветеранам, одиноким пенсионерам, а также малообеспеченным и многодетным семьям. Наши волонтеры выезжают на Федерацию бокса России, получают данные наборы, привозят в наш городской округ, и мы это развозим до порога каждого жителя. В данной ситуации это очень значимо, так как не все люди могут себе позволить выйти, во-первых, на улицу и купить. Для того, чтобы получить гуманитарную помощь или стать волонтером, достаточно позвонить на номер горячей линии Федерации бокса России 8 800 222 55 25. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Один из воспитанников детской деревни Сос-Тамилина отпраздновал совершеннолетие. Это и стало поводом для визита почетных гостей. Приехали они не с пустыми руками. Это вам пригодится чайник, как говорят, гонять. Совершеннолетие виновника торжества стало большим праздником, несмотря на ограничительные меры. Кроме подарков, которые точно пригодятся в быту, приемная мама Артема Савельева удостоилась особой награды. Вера Егорова получила знак отличия «Благодарю». Вместе с мужем они посвятили 25 лет воспитанию детей в деревне Сос-Тамилина. Мечты они сбылись. Сегодня у нас 15-й выпускник из дома выходит. Уже 14 ребят живут самостоятельно своей жизнью. А сегодня вот у нас такой подарок нам преподнесли. И мы очень счастливы этим. Иначе Артему пришлось бы вернуться в то жилье, которое барак, там, 28-го года постройки. Так мы знаем, что он рядом. Мы за него будем спокойно. Мы ему будем помогать, поддерживать его. Я дальше буду тоже продолжать, как бы, ну, патронат. Сертификат на обустроенную однокомнатную квартиру в Октябрьском Артем Савельев получил от главы округа. Всего в этом году своим жильем обзаведутся 38 детей-сирот, достигших совершеннолетия. Некоторые из них живут по соседству с Артемом в деревне СОС. В детской деревне СОС живут 11 приемных семей. В основном это приемные семьи многодетные, которые воспитывают 5, 6, 7 детей. Наш первый принцип – это не ребенок для семьи, а семья для ребенка. Если у ребенка вот такая сложная, трудная ситуация, и мы знаем, что эта семья в состоянии справиться с какими-то проблемами, мы, безусловно, рекомендуем ту или другую семью для такого ребенка. После переезда в отдельное жилье Артем Савельев не собирается забывать свою большую приемную семью. Мама и папа, два брата и сестра за 10 лет стали родными. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Вторая волна раздачи продуктовых наборов школьникам стартовала в Люберцах. Их можно получить в образовательных учреждениях. Продукты предназначены далеко не для всех, а только льготным категориям учащихся. Масло подсолнечное, сок, один литр, два пакета молока. Все, что надо. Самое необходимое и не скоропортящееся. Продуктовый набор на одного ребенка – это два больших пакета с продовольствием. Отличное подспорье нуждающимся семьям на самоизоляции. Мама школьницы Светлана Кузьмина осталась довольна поддержкой. Первый набор, полученный две недели назад, ее семье пришелся по вкусу. Сидим дома, стараемся не падать духом. Наборы, естественно, они лишние не будут, очень помогают. Такая помощь всегда нужна, тем более в это непростое время. Продуктовый набор соответствует. Все нормально, ребенок кушает неплохо. Большое, конечно, спасибо и школе, и губернатору. Продуктовые наборы получают только льготные категории школьников. Это дети-инвалиды, дети из многодетных или малообеспеченных семей, дети, потерявшие одного из родителей. В 27-й Люберецкой школе таких ребят 213. Чтобы исключить распространение инфекции, при раздаче пайков строго соблюдают санитарные правила. Обрабатывают помещение согласно расписанию. У нас есть график, по которому мы выдаем. На каждые 12 человек приходится минут 20-25. Когда быстрее, в зависимости от того, что если у человека трое детей, пока он три заявления напишет. Через каждые 20 минут перемена, в смысле перерывчик. Мы протираем столы, делаем уборку и проветриваем помещение. Это уже вторая волна выдачи продуктовых наборов школьникам. И, как показала практика, свою компенсацию за обеды забирают все. За исключением те, кто самоизолировался за пределами Московской области. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Почти месяц российские школьники осваивают дистанционное обучение, готовятся к экзаменам и выполняют домашние задания, не отходя от компьютеров. Наш корреспондент Анна Троян окунулась в мир виртуального обучения вместе с люберецкими учениками. Так начинаются дистанционные уроки у ребят из 4-го Д-класса. Любимое развлечение детей 21-го века – теперь неотъемлемая часть обучения в режиме самоизоляции. Под современные реалии пришлось подстроиться и учителям. Им пришлось освоить IT-технологии, чтобы увлечь учеников и доходчиво объяснить материал, не отставая от программы. Думаешь, школьники совсем перестали учиться? В режиме онлайн грызть гранит науки – то еще развлечение. Дистанционное обучение позволяет не понизить успеваемость ребят и дает возможность учителям контролировать выполнение классных и домашних заданий. Пусть нежная бабень полуденной природы, где день душистей красновелечивой воды, улыбку первую приветствую весны, сын пасмурных небес полуночной страны. Читать стихи перед камерой смартфона уже в порядке вещей. А детскую энергию школьники выплескивают на зарядке между уроками. Сейчас к доске, конечно, никто не вызовет, однако ответить на вопрос учителя все равно надо быстро. Какая роль, значит, Варя Козлова? Как бы увлекательно не было онлайн-обучения, обеим сторонам образовательного процесса стало гораздо тяжелее заниматься привычным делом. Учителя жалуются на то, что у школьников нет полного осознания присутствия на уроке. Очень сложно, особенно детей младших классов, собрать. Нужно приучить их, чтобы они работали с выключенным микрофоном, чтобы они слушали учителя, чтобы они друг друга научились слушать. С нетерпением ждут перехода в привычное русло и сами ребята. Ученики гимназии «Интерес» поделились этим на дистанционном классном часе. Ведь сидя дома пропадает один из самых главных аспектов. Ничего не заменит живого общения. Больше всего мне за время самоизоляции не хватало общения с моими друзьями. И лично тоже очень много вопросов. Прям вот уйма, мне кажется. Понятно. Миша? Я бы, наверное, с нетерпением ждал бы физкультуры, потому что я уже устал сидеть дома. И хочется уже немного подвигаться. Несмотря ни на что, в условиях дня сегодняшнего можно увидеть и положительные стороны. За время самоизоляции мы успеем хорошенько соскучиться друг по другу и научимся радоваться мелочам обычной жизни. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Пошла третья неделя самоизоляции в России. В условиях постоянного домашнего режима приходится искать интересные занятия. И россияне их находят. Наш корреспондент Луиза Егизолян совершила настоящее путешествие по соцсетям. Новый жанр заполонил новостные ленты. Видео на самоизоляции. Кто на что гораст. Узнаем из сюжета. Мойте руки, россияне, и сидите дома. Разошлите эту песню всем своим знакомым. Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то пользуется случаем и высыпается. Самоизоляция у каждого своя. Но рано или поздно лежать на диване и переключать телеканалы надоедает всем. Судя по соцсетям, большинство тех, кто остался дома, усердно занялись спортом. Только традиционный инвентарь пришлось заменить подручными средствами. Тяжелее дела обстоят у бегунов. Квартира для такого спорта – место слишком маленькое. В таком случае лестничная площадка вам в помощь. Все, что рядышком со мною, это все мое, родное. Самоизоляция – самое время заняться творчеством. Рисование и рукоделие – пройденный этап. Девушке пришла пора наконец-то научиться делать макияж. Утром перед работой, ведь времени на это нет. Домашний режим испытаний не только для людей. Похоже, братья наши меньшие тоже совсем заскучали. Оставаться в отличной физической форме даже в режиме самоизоляции. Раскрывать себе новые таланты. Все это возможно, если смотреть телеканал ЛРТ. Для наших зрителей мы запустили два новых проекта. Домашний тренер и активное долголетие для тех, кто дома. Следующее упражнение – то же самое, между тапочек вперед-назад. Также та же ходьба. То есть ее можно делать на квадратном метре, получить достаточно неплохую нагрузку. Теперь за творческими мастер-классами, познавательными лекциями, спортивными уроками и интересными собеседниками не надо никуда идти. Достаточно включить телевизор. Гладь моря – это большое зеркало, которое отражает небо. И как любая отражающая поверхность, она будет выглядеть немного темнее, чем само небо. Оставаться дома придется еще три недели. Но самые находчивые доказывают, даже в четырех стенах не скучно. Главное – найти себе занятие по душе. Чтобы вся страна Россия быстрее исцелила. Берегите себя и оставайтесь дома. Луиза Игязырян, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше информации на нашем сайте и в сообществах социдей нашего телеканала. Оставайтесь дома и будьте здоровы. ВОБРАЛЬНЫЕ ОБРАЛЬНЫЕ 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 ОБРА